Здравствуйте! С Вами снова канал Вероника Поливкина. Часто, выращивая растения на участке, мы не можем понять, что не так делаем. Удобряем, поливаем и даже мульчируем, а растения никак не хотят нас радовать. Часто получаю от подписчиков такие вопросы. Что не хватает растениям для хорошего развития? Давайте разбираться вместе. Если соблюдены все агротехнические требования, а результат не важный, нужно задуматься о кислотности почвы и о правильном питании, ведь это очень важно. Как определить кислотность почвы, не обращаясь в лаборатории? Можно купить специальный прибор и делать измерения. Показатель нормальной кислотности – pH от 5,5 до 7. При pH ниже 4,5 – грунт кислый, выше 7 – щелочной. Можно определить кислотность и с помощью лакмусовой бумажки. Для этого увлажняем горсть земли и прикладываем лакмусовую бумажку примерно на минуту. Изменившийся цвет покажет нам кислотность. Есть совсем простой способ, не требующий ничего, кроме обычного столового уксуса. Кладем горсть земли на тарелочку и поливаем уксусом. Если он с землей не даст реакции, почва кислая. Если появляется слабая реакция, маленькие пузырики, почва слабо кислая. А если реакция бурная, то почва щелочная. Но имейте в виду, кислотность почвы может быть различной в разных уголках сада. Это нужно учитывать при подборе места для определенных растений. Кислая ли почва или нет, можно определить и по сорнякам, которые пристроились к вашему участку и растут годами. Лютики, хвощи, зеленые мхи, щавель, кислица, крапива показывают на то, что почва кислая. Ну вот, с кислотностью разобрались. Теперь второй вопрос. Какие культурные растения какую почву любят? Большинству культурных растений подходят нейтральные, слабокислые и слабощелочные почвы. Но есть группа растений, которые именно кислая среда подходит лучше всего. Это многие виды гортензии, рододендроны, азалия, верески, голубика, брусника, клюква. Для них специально закисляют почву, перемешивая ее с торфом, опилками, хвойным опадом, мхом с фагнумом, древесной корой хвойных пород. Но подкислять нужно регулярно, а не один раз при посадке. Сейчас существует много специальных удобрений, компоненты которых закисляют почву. Раньше садоводы подкисляли серые, но тогда процесс растягивался во времени очень надолго. Ну хорошо, с растениями, которые любят кислую почву, разобрались. Теперь переходим к другой, более обширной группе растений, которые плохо переносят закисление. А почему? Во-первых, в кислой среде растения не могут качественно усвоить фосфор и азот, необходимые для их роста и развития. Во-вторых, повышенная кислотность почвы снижает эффективность полезных бактерий, обитающих в ней, и повышает активность патогенных микроорганизмов. Чем помочь растениям, если почва на участке кислая? Правильно, ее нужно раскислить. Раскисление почвы может производиться любыми щелочными составами и веществами, такими как древесная зола, известь, мел, доломитовая мука, торфяная зола или толченая яичная скорлупа. На мой взгляд, лучше всего раскислять почву древесной золой или доломитовой мукой. Почему? Да потому, что кроме раскисления, они обогатят почву большим количеством полезных веществ, которые необходимы для питания растений. То есть, они являются не только раскислителями, но и удобрениями. Что еще может угнетать наше растение? Из-за большого количества различных обработок, подкормок, почва с годами накапливает различные вредные вещества. Поэтому ее нужно пролечивать. Продают много бактериальных препаратов, но уж и не знаешь, каким из них доверять, а каким нет. Так как делают их люди и не всегда добросовестные. Бактерии делают тонкое, а бактериальная война на участке нам не нужна. Чтобы земля не накапливала те самые вредные вещества, очень популярна сейчас органическая земледелие. Создается модель. Все как в природе. Органика, разлагаясь, дает питание растениям и все замечательно. Но здесь есть некоторые нюансы. Начнем с главного. У всех ли есть условия для этого самого органического земледелия? Нет. Вот у меня участок всего 6 соток и весь засажен. Смогу ли я взять с него, например, свежей травки столько, чтобы хватило замульчировать толстым слоем все посадки? Да нет, конечно. Выхожу за ворота. Вдоль дороги узкие полоски земли с травой. Но у дороги-то траву брать нельзя. А где ее брать? Вот у нас негде. Поэтому этот вариант не подходит. В таком же положении очень много подмосковных дачников. Не все, но большинство. И еще ложечка дегтя. Разлагаясь, органика закисляет почву. Значит, нужно не забывать ее постоянно раскислять. Как бы не хороши были зеленые органические удобрения, есть у них и еще один недостаток. Много азота, но мало фосфора и кальция. Так что хочешь, не хочешь, а удобрения приходится покупать. Вот только вопрос, какие. Но оказывается, есть отличная альтернатива химии. Костная мука. Как удобрение, это вещество используется очень давно. Но только в последнее время огородники что-то про него забыли. А зря. Одно время оно даже пропадало с полок магазинов. Видимо, не выдержало конкуренции новых суперудобрений в суперупаковках. Какие же преимущества использования костной муки? Дешевизна, сравнительно с минеральными подкормками. Биологически безопасный и чистый продукт. Разлагается в почве постепенно за 5-8 месяцев. Таким образом, однократного внесения за сезон достаточно для обеспечения растений фосфорным и калийным питанием. С этой подкормкой практически невозможно переборщить. Никаких ожогов листьев и корней. Можно использовать в любой период. То есть в любое время года. Можно вносить даже перед самым снятием урожая. Вкус плодов от этого только выиграет. Вкусная мука, как фосфорное органическое удобрение, подходит для всех растений. Ведь всем нужны крепкие корни, обильное цветение, подготовка к зимовке и щедрое плодоношение. Но следует ее заделывать в почву, а не оставлять на поверхности. Так как фосфор малоподвижен. И чем ближе к корням растения он окажется, тем лучше. Особенно отзывчиво на костную муку томаты, картофель, розы, клубника, луковичные растения. При посадке этих культур в лунку следует внести от 1 до 3 столовых ложек муки и слегка смешать ее с грунтом. Этого хватит на весь сезон. Очень эффективны подкормки костной мукой после плодоношения ягодных кустарников, когда им требуется восстановить силы, заложить почки на следующий год и подготовиться к зиме. Достаточно будет 150 грамм под кост и 200-250 грамм под плодовое дерево. Можно приготовить жидкую подкормку из костной муки. Для этого 100 грамм соливаю 2 литрами горячей воды. Выдерживаю смесь около недели, регулярно перемешивая, после чего фильтрую. Вытяжку разбавляю четырьмя ведрами воды. И отличное жидкое фосфорное удобрение готово. Если пролить таким составом плодовые деревья, кустарники, томаты, баклажаны, перцы за пару недель до сбора урожая, ягоды, плоды и овощи будут гораздо вкуснее и слаще. Но, конечно, при покупке костной муки ключевым словом будет качественный. Ведь сами понимаете, если кости не обработают надлежащим образом, то вместо пользы можно получить и вред. Вот поэтому и покупаю костную муку у проверенного производителя. И еще есть одно хорошее проверенное средство, которое будет полезно любому саду, особенно если почва кислая. Это доломитовая мука, экологически чистые удобрения для почвы. Муку добывают путем дробления минерала доломита, в результате чего получается карбонатный порошок белого, серого, а иногда и красновато-коричневого цвета. Так вот, доломитовая мука оздоравливает грунт, подавляет почвенные инфекции. Она активизирует деятельность полезных микроорганизмов и кольчатых червей. По методу метлайдера к этому удобрению добавляют на 1 кг 7-8 г борной кислоты. Смесь рассыпают на поверхности почвы, затем заделывают на глубину 10-15 см. На тяжелых почвах используют по 200 г такого удобрения на погонный метр грядки, а на легких по 100. Доломитовая мука прекрасно снижает кислотность почвы, но для этих целей дозу нужно увеличить в 2 раза. Также доломитовую муку можно смешать с водой в пропорции 1 к 10 и полить получившимся молоком растения, находящиеся в открытом грунте, теплице или дома на подоконнике. Лучше всего на нее отзываются свекла, капуста, картофель и репа. А вот для растений, которые предпочитают высокую кислотность, доломитовая мука не подходит. Но учтите, доломитку нельзя вносить вместе с сульфатом аммония, аммиачной селитрой, мучевиной, суперфосфатом, навозом и компостом, так как такое сочетание удобрений может вызвать химическую реакцию, которая приведет к утрате полезных свойств подкормки. Поэтому рекомендуется сначала применять на участке муку, а некоторое время спустя – азотное удобрение. Доломитовая мука состоит преимущественно из кальция и магния, которые и способствуют быстрому росту корней, стеблей, листьев и созреванию плодов. Кроме того, доломитовая мука связывает радионуклидов в почве, поэтому вредные примеси не проникают в плоды. Итак, мы видим, сколько пользы может дать нашим растениям простые натуральные добавки. Еще очень полезна зола, но о ней есть отдельный ролик. Для того, чтобы наши растения развивались отлично, радовали обильным урожаем или щедрым цветением, приходится вкладывать силы, время и средства. И траты наши должны быть рациональными, чтобы не только вырастить отличный урожай в этом сезоне, но и улучшить почву для следующего. Всего вам доброго! С вами был канал Вероника Поливкина. До новых встреч!